Сейчас попробую этот единственный ноутбук, что можно оттащить. Ну, как мы говорили, важный вопрос, это вопрос контроля качества, гомоскопии, гастроскопии. И сейчас у нас такой большой, объемный доклад, поручен даже по времени, там стоит аж чуть ли не 120 минут. Но на самом деле, конечно, мы его разбили по этапам, это пищевой желудок и кишка, по разделам. И речь пойдет о... Подождите. Пойдет о моем понимании, о нашем видении, на что мы должны обращать внимание. Какие проблемы есть в диагностике. И постараться, ну, как бы, может быть, обсудить, сказать в моем видении, как минимизировать эти ошибки. Ну, начнем с пищевода. То есть, конечно, здесь речь будет не столько идти о лечении, больше именно диагностических каких-то моментов. И, собственно, этот доклад о диагностике. Ну, пищевод, если говорить про пищевод, все прекрасно понимают, что наша задача, как всегда, есть, конечно, гастронтрологические задачи, когда мы должны оценивать состояние пациента, оценить качество лечения гастронтрологов. Ну, если мы говорим про онкологию, конечно, это все-таки ревенция рака, либо нахождение уже, собственно, онкологии, конечно, желательно на ранней стадии, для того, чтобы все-таки менять и качество жизни пациента в лечении. Ну, если мы говорим о рисках развития карцинола, то, видите, здесь нам такой здоровенный список заболеваний, которые, на самом деле, тут уж понятно, алкоголь, укрепление, дефицит и витамин, это все, то есть, это понятность астрологических источников, скопированные. Мы зачастую на это все не обращаем внимания, но наша задача все-таки выявлять те изменения, которые есть, и проблема диагностики именно вот в этой аминекреи, когда, по сути дела, эти раки, пищу, да, они плоские, как говорим о парбаричной классификации по форме, они все плоские, не либо плоские приподнятые, а, как правило, это вообще абсолютно так, как мы, 2-0, 2-0, 2-0, они плоские, и выявить из-за этого их сложно. Их, ну, по сути, они не бросаются в глаза, как на данных слайдах, то есть здесь везде есть карциномы пищевода, и, ну, они меньше видны, и здесь вот небольшое там пятнышко, здесь также на видеофрагменте просто проскакивали, не заметили. Здесь, кажется, он здесь не рисоватый, хотя более типичный тут такой гиперлимированный участок, который, опять-таки, без деформации просвета, который проскочит просто на раз-два. И самое частое, то есть в серебре привожу примеры, как пищевод, желудок, мы все время приучены находить полипы, терпеть не могу это слово полип, потому что у нас все время полипы, 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 в связи с этим полипами. Это не диагноз полипов, полип – это что-то выступающее, а мы, получается, все сами ищем что-то выступающее. Вот мы так и приучены, на самом деле. Мы не приучены находить какие-то плоские образования, нет у нас такой взаимодоскопической традиции. Мы все ищем что-то выступающее. И вот здесь пациент был принеслен к нам в центр, в котором нашли вот это образование, оно менее сантиметра, взяли биопсию, получили плоскопедочный рак, в общем, приехал к нам в центр, мы делаем гастроскопию, да, действительно, есть рак, а за ним два образования длиной по 5 сантиметров, занимающие полотнурность, вот здесь слайд и вот здесь одно и то же, вот это все рак. И вот граница здесь, как бы пользу, потому что здесь невозможно в один слайд вместить всю эту опухоль. Эти опухоли, три одновременно плоскопречных рака, они остались незамечены. И, в общем, это типичная для нас ситуация, как и здесь видите, опухоль, которая, ну, так скажем, видна в хороший аппарат, но при этом сильно не бросается в глаза. Однако при хромоскопии любовь мы действительно можем здесь выявлять черты, очень хорошо видно, ведь все-таки диспластическая ткань не вырабатывает гликогеном, не прокрашивается, но очень хорошо виден в хрене. Чувствительность очень высокая этого метода. Однако мы прекрасно понимаем, что мы не будем всех пациентов красить любовью, это, по сути дела, но даже не то, что трудоемко, если бы это имело смысл, наверное, надо было приступать чуть-чуть себя и делать. Однако мы понимаем, как и то, что сегодня я говорил про выгодоприобретение и негативное. Все-таки есть негатив, есть аллергия на йод и достаточно часто бывает. Я видел такие заплагоспазмы, наведения, любое, чтобы в одном случае, аж при хромоскопе дальше давать эндокрихиальный наркоз, эндоскоп было не вытащить. Это, конечно, разуистие, но, тем не менее, таких случаев бывает. И красить всех подряд, наверное, не надо. Однако, и малейшие сомнения, подозрения в виде какого-то непримирного участка, в котором вы не понимаете, что это такое, конечно, надо взять, покрасить любым. Это быстро, дешево, на самом деле, совершенно элементарная методика. Но минусы, как и стало, есть. И поголовно применять мы этим не будем. Классная вещь, конечно, узкий спектр осмотра. Потому что, когда у нас есть HD-качество, а есть еще и зум, мы можем очень хорошо посмотреть вот эти сосудики капилляров всей слизистой оболочки. И есть вот целая пластикация бесей. Когда просто по виду этих капилляров, просто глядя на картинку вот так, не очень понятно, о чем речь идет. Но когда мы находим эти опухоли, мы сопоставляем эти капилляры с пластификацией. Вот однажды увидят, осознав, вы уже потом не пропустите. На самом деле, очень четко корривируют, конечно, пластификации не просто с воспалением, дисплазией, рак и даже инвазийный рак. По сути дела, здесь авторы пластификации говорят о том, что, может быть, глубину инвазии просто на основании визуальной аксоциентки, вы говорите. Конечно, не стопроцентная в этом плане, но впечатлительность очень высокая. И отличить эзофагит, то есть гиперамию, гиперамию при эзофагите и гиперамию при раке, на самом деле, очень легко при этой методике. Когда дальше мы видим совершенно другие сосуды, они будут, как здесь сказано, они будут расширены, какие-то такие витристые, обрывистые. Со временем, как при эзофагите, они будут вытянуты, увеличены, но не расширены, без вот этого деловидного, такого-то деления. Вот здесь, ну, наверное, может быть, не знаю, видно, да. Вот эти расширенные капиллята, если в норме, вот это воспаление, видите, они вытянутые. Это парометрозное воспаление, то время как здесь, это уже границ, как раз, к опухолю ткани. Ну, и здесь также, это опухоли. Ну, и, говоря о ценности хромоскопии, в основном, она нам велика, но такая речь, как виртуальная хромоскопия, как русский спектр, это, конечно, намного проще у вас сокращать жизнь. Нажать на кнопку, ну, это секундное дело. Пищевое, там, смыть, слизь тоже не представляет труда. Не надо большого готова, не нужно катетов, не нужно там все супрасить, набрать. Это накануне время, мы все от природы ленивы, никто не хочет заниматься ничем лишним. А тут вот все те рука. Поэтому, конечно, оборудование очень сильно помогает. Если мы говорим о, когда в предыдущих работах оценивали, сравнивали, вот, собственно говоря, НБА и любой, то, собственно говоря, специфики, ответили на разницу только специфичности в пользу узкого спектра света. Потому что все-таки рубцы не прокрашиваются тоже. А вот с диспектром вы четко видите, что это эндопластическое изменение. И точность, в другом анализе точность, лимбай была выше 77-68% именно в пользу узкого спектра. Поэтому эта технология, на самом деле, выигрывает при ухромоскопии и является доминирующей. Вопрос только в том, чтобы ее иметь, конечно, это самое главное, но и владеть. Все-таки надо увидеть хотя бы раз вот эти изменения эндопластические. Вот так вот все, в наших руках все есть. 70-10 уже в Крыму есть. Не помню, вчера, помню, про Днестров их вспоминаю. Есть инспектор, есть Олимпус, если не ошибаюсь, и XR3 даже. То есть, в принципе, есть такое оборудование. Осталось только это все применить. И, как здесь слайд, знаете, у нас все теперь уже есть. Время идет, а ничего не меняется на самом деле. Вот если так вот смотреть со стороны соцсетра, когда к нам присылают больных с хорошими картинками, связи с записями, я вижу, что хорошее оборудование сделано, а огромное количество пропусков, патологии и совершенно нелогичных, на первый взгляд, действий. И вот, мы уже не вспоминали про космос, мы уже в космосе, опять-таки, а проблема у нас элементарнейшая, просто совершенно, которую мы никак не можем между собой решить. История из жизни. Ну, буду так кратенько зачитывать. То есть, пациент, 85-го года рождения, декабрь 14-го года, делает гастроскопию. В области лучшей линии по задней стенке участник терпоазии 0704, вырывка из зернистой биопсии. Морфология. Материал. Ну, тут описывают нам испарительные изменения, нейтрофилы, эликоциты, макарфаги, нам все так вообще не интересно никогда. Но пишут, что материал взят непредставительно. Дальше что? 14 октября 2015-го года. Более полного года прошло, то есть, 11 месяцев прошло. Осмотр гастроскопии опять в просвете округлого толщения пищево-ручного перехода с эрозивной поверхностью. Биопсия не выполняется. Следующее. 13 января 2016-го года. Зубчатый сочинение синтеза контра, она ширина, биопсия. Из этого участка выполняется биопсия. Парфилогический ответ. Активный гранический, конкретно с эрозивоги, с напазением в коррежет, необходимо повторить исследование после противоспалительной терапии. Пишет морфолог. Кто по ней противоспалительной терапии проводится, не назначает? Кому он это пишет? А кто это будет читать? Пациенту он это пишет? Следующий. Миндоскопист. 9 ноября 2016-го года. Опять округлое образование 10 сантиметров с углублением на вершине. Биопсия. Приходит аденокарцином. Так вот, вот этот пациент в окно пришел 85-го года рождения, это уже было года два назад. У него Т2, аденокарцином, а на пищевую желудочную переводу два года наблюдение. Ее видели? Ее видели с самого первого раза. Но он два года наблюдался. Потому что морфолог пишет нам «С возьмите диапсиду, как положено, мы не понимаем, плохо взяли, мы не читаем». Мы пишем, что нам не нравится. Гастентролог, который наблюдает, не читает, он на это не обращает внимания. Гастентролог занимается на хеликобатах. И так далее. Получается, пациент вообще брошенный, он ничейный. Есть морфолог, есть алископист, есть гастеронтеролог. А по факту пациент предоставлен сам себе. И все, уже нельзя слово, просто просрали, это драк. Пациент совершенно другие перспективы, имеют это лечение и крайне негативный прогноз, на самом деле, потому что у нее после операции были положительные. Сейчас не помню, сколько, но не важно, то есть это было Т2, а плюс какой-то. Здесь мне поэтому хотелось бы вот следующее, сейчас перейти, как раз к тому, что мы должны с вами видеть. Вот, есть такое понятие, не нравится, подозрительный участок. Что такое подозрительный участок? Как его интерпретировать? Это изменить цвета, рельефа, структура, байкер, структура сосудов. Это все, когда что-то меняется, это нам приспал. Мы начинаем нас напрягать, начинаем брать биопсию, по крайней мере, описывать. И здесь мы хотели бы сказать о следующем. Мы все с вами, когда описываем эти образования, мы не говорим, очень часто мы не анализируем цвет. Я, для меня, так запомнилось, когда в той же Японии был и мы обсуждали какое-то образование. Мы говорим, ну вот, на карциновых уже нет. Это не может быть карциновых. Почему? Это красный. В этой ситуации не может быть карциновых. Я даже сначала так не понял, но мы с вами никогда не анализируем цвет образования, которое мы видим. Мы описываем иногда и премиумированные, что-то так вот. Но с точки зрения аномористического как-то нас с вами не приучили. Нас, вот мы сейчас знаем эти классификации, структуры, сосудов, но именно цветовую гамму мы почему-то никогда не оценим. Тем не менее, если говорить о том, что может быть белого цвета в пищеводе, это гиперкератоз, рубец, папиллома, гидромойная эндоплазия, подслизистые образования, дети там даже со смариком, то, что есть наблюдения, когда, в общем-то, как эпитериальные это интерпретировали, гиперкозные карциномы, но дальше по порядку. Вот это пациента, вот видеофрагмент, приехала к нам с диагнозом пускоклеточного рака пищевода и по месту жительства предложили резекцию пищевода ей 65 лет, если я не учу, ну, по крайней мере, даже 60, ей предложили резекцию пищевода. Если посмотреть, это белого цвета, раки пищевода белого цвета выступающими не бывают. Просто не бывают. Такие. Это, если бы не фибрины, конечно, ну, ведь понятно, что фибрины, что это теряльная поверхность, это папиллома, конечно, не надо никакой пищевод ей удалять, совершенно другой прогноз жизни. С папилломой вообще интересная история, не такая уж редкая патология в практической жизни. Но что интересно, чаще всего, ну, это громко сказано, я не отсчитывал никогда наши все папилломы, но значимый процент, такой процент в 40 на скидку мы находим именно в каком-то данном фрагменте, оп, видите, проскочили сразу за усть. Почему-то именно эта локализация очень часто, она очень легко пропускается на раз. И здесь, как сказал, процентов 40 всех папиллом, которые мы встречали с пьяни, это в этой локализации такие маленькие. и, ну, что говорить, ну, только внимательно осмотрим, вот мелькнуло белое пятно, надо остановиться, надо вернуться, может быть, с колбачком, может быть, под наркоз, но биопсиду здесь взять очень сложно, потому что пациент все время плотает, это, есть лоточный инстинктор, это проблема. Не наша картинка, эпидермой металлази, никогда я в жизни встречал, я в патологии, но это, что такое размещение, у нас условия плоско-неоргоряющих петель, вот белого цвета, когда вот такое зеленое, это может быть ороговение этого петеля происходить, и это предраковое состояние, это надо удалять, это как один из вариантов предобухолевых изменений. Ну, это по морфологии будет понятно, хотя бы, я лично в жизни этого не видел. Киприкератост, часто встречаются участки, там лесоватые, лесоватые участки, и мы указали только гетерогеном, видите, мы здесь даже красили любовью, хотя, в общем-то, это не является, хоть и нашей рутинной практикой, здесь явного окрашивания нет, но вот участок там участок, который, на самом деле, выглядел как белый какой-то участок, и ничего с этим делать не надо, это не опухоль, никакого онкологического значения не будет. Конечно, рубцы оставляют белый, вигны как белое в пятно, само собой, потому что рубцы одно дело, это удаляя, это рубцы, как-нибудь там повреждение народным телом было. Вот этот пациент, пациентка, также была морфологический, построен плоскоплеточный рак, подчеркиваю, эндоскопический и морфологический, и какие, казалось бы, сомнения, и была предложена резерция пищевого. Если вот спросить, что это, я уверен, что подречу, что скажешь, что это подслизистая опухоль, ничего другое. Поверясь здесь неизменно. Мы диагноз так не установили, мы брали биопсию, мы не получили верификации, но совершенно очевидно, что это подслизистая образование, если его, наверное, не изменено. Соответственно, понимаете, человеку предложили резерцию пищевого. Летальность от самой резерции и морфология есть, подчеркиваю. Вот это что важно. И там, то, что я рассказывал, где ошибка, там тоже было морфологическое подтверждение, и здесь морфологическое подтверждение есть. И это нередкость в нашей стране, когда ошибаются дружно все, собственно говоря, ритмотипные его доклады, о том, что вы должны критически подходить по всему этому, и вы должны, если у вас есть несоответствие, вы должны какие-то дополнительные действия предпринимать. Отдельным, наверное, стоит, опять-таки, я никогда не встречал, есть такая беру козная карцинова, картинка из интернета, потому что сам никогда не видел. По сути дела, это выглядит вот тоже, как такая термальная теклозея, это может быть, выглядит как микоз какой-то, такой белый налет, плотный, не смывающийся. Что здесь неплохо? Ее очень сложно диагностировать. Она в обычной биопсии практически не диагностируется. Либо это множественная биопсия, либо нужно выполнять, вот это, что резекция средств, там, или фисекс. То есть, надо бы дали фитупласт, массив тканей получать, чтобы берифицировать процесс. То есть, но она выглядит, я ее видел на конференции однажды, в демонстрации, то есть, она действительно, мне больше не напомнила, это микотическое поражение. Понятно, что если вы ее видите, подзаливаете, что этот микоз, он такой сплошный пункт, то есть, не одна бляшечка маленькая, вот такая сплошная, когда, наверное, выполечите этот микоз, и дальше, повторяйте, если он сохраняется, надо быть на стоящем биопсии, повторяйте многократно, дабы не пропустить такую ситуацию. Ну, а что может быть красного цвета? Собственно говоря, эзофагин, карцинома, зеленокличная метоплазия, точно так же. Вот эзофагин. Как мы сказали, карцином может быть? Может быть. Она будет беструктурная. Грыжи здесь есть? Есть. И вот мы видим, вот такое, в общем-то, типичное, вроде эрозии. Может, рак, может. Взяли ГАПСИ, получили поскопляющий рак. Когда к нам пришла, пациентка на дельну, как бы, готов, как бы, для обследования и готовки к оперативным вмешательствам, ведь множество эрозии. Ну, может быть, рак, сыролей, может быть. Глазовный, учитывая, вот здесь, классификация, то, что я показывал, в описании, мы ничего не нашли. Вот, подчеркиваю, здесь видите, есть недостаточность, есть много эрозий. Это все говорит, что здесь должен быть эзофагин. Это не исключает для других стран. Здесь мы смотрим, только вытянутые сосуды, мы не видим явного рака. Может быть, все равно может быть ошибка. Конечно, мы берем биопсию, назначаем лечение и контроль. Мы не отправляем человека на уже лечение рака, несовременную верификацию, пока мы не убедимся, потому что мы его не видим. Опять же, это оказалось эзофагите, никакой эрозии нет, хотя изначально подтверждение гистологическое было в этой ситуации. Здесь пациентка, здесь другой случай. Сейчас, по-моему, да, вот видеофагмент. Необычная ситуация, даже я, мы так и не разобрались в причинах, но однако вот от кардии вид совершенно нормальный пищевод. И в грудном отделе участок, циркулярно измененный, конечно, ей был заподозренный рак, взята биопсия, хотя вот, опять-таки, если говорить о сосудистом рисунке, здесь явного рака нет, почему он изменен. Но это тот случай, когда мы сомневались. Мы набрали биопсии, в большом случае не получили перепроверг, при перепроверге и подтверждении диагноза паскордачного рака назначена диагнозом терапии. В конечном счете, в общем-то, мы после лечения она пришла, ничего этого не было, совершенно нормальный был пищевод. Мы остановились на эзофагите, скорее всего, рефтингиоза, непонятно, почему он в средней трех, почему внизу не возникло, это для нас просто загадка, потому что эзофагит здесь не подтвердился в этой ситуации. Ну и карцином. На самом деле, самое сложное для диагноза, самое неочевидное. Вот, понимаете, хороший аппарат, HD-качество, тем не менее, здесь достаточно большой рак. Ищеводы, но здесь шероховаться какая-то может броситься в глаза в данном участке, но по факту здесь достаточно большой участок, вот, больше пологруженности, это все рак. Вот это все. Видите, на МГ, ну, почетче, видимо, очень более темный. Нету такого резкого перехода цвета, как при эзофагите, как правило. Более-таки нежные оттенки красного и я не говорю, что здесь надо полоттенков диагноз ставить, но мы должны просто представить, что это более вероятно может быть в данной ситуации. Ну, вот здесь также ошибочно было, скажем так, нам прислали с тем, что здесь карцинома, ну, я не помню, в общем, грубо говоря, там, один сантиметр, а когда мы пересматривали, здесь огромная 10-сантиметровая опухоль. Ну, примерно, при диссекции получился цифровый дефект, опухоль чуть меньше, на том, 7-8, тем не менее, достаточно большой участок субцикуляра. Ну, теперь на клеточной этаплазии не было, в общем, тут, теперь внимание, это понятно, здесь единственное, что это вот пациентка тоже, у которой, пожилая пациентка, у которой более 10-ти сантиметров циркулярно замещенный петель. И, как-то доктор не разобрался, решил, что это карцинома, потому что что-то явно не то, его смутило, но это, на самом деле, ничего иное, кроме как просто цифровый дефект, это очень большой сегмент. Она, в общем, невысокого роста женщина, и получается, что у меня весь грудной отдел пищевода был полностью замещен живущим петельем. Но, однако, осматривая, так скажем, на хорошем оборудовании, мы можем увидеть нормальную структуру, которая соответствует желудку. В общем-то, понятно становится, что это там вообще не пищеводная паталония, все-таки точно таки. Ну, как кезутический случай, и в общем-то, темного цвета может быть, было нормально. Несколько раз мы в жизни встречали, бывает. Кстати, тоже пациент, между прочим, с ошибкой эндоскописта нашли, сказали, что тромбированная лена. Сказали, мы не будем брать с ним биопсию, потому что тромбированные сосуды сейчас поклеванет. В другое место приехал, там тоже самое сказали, нет, тромбированный сосуд, мы боимся что-либо делать. Я не помню, а, ну там, каким-то медицинским каналом он указался у нас, не потому что рак вот заливает, то есть просто не знали, что с ним делать, не понимали. И у нас уже прочитав доктора, в первом делке это тромбированный сосуд, наесть, насколько вот мнение это быстро навязывается. А то, что оно плотное, то, что у него нет никаких варикозных вен, с чего у него вдруг локальный какой-то тромбированный сосуд, на самом деле объяснений этому не было. И, в общем-то, выполняя сонографии, мы увидели, что это солидное образование, которое поверхностное, а уже когда истекли его, мы сразу решили просто идти. Были споры, были разногласия, говорили, что брать бепси, не брать бепси. Я говорю, давайте просто высечем целиком, все вместе. Но, несмотря на то, что сосуд, ничего, пережжем, как-нибудь разведемся. Мукали целиком, получили меланон. Вот, в общем-то, были, были еще несколько случаев, которые уже дальше, ну, скажем так, зная опыт, свой опыт уже дальше проще ориентироваться, что вот подобного, темного цвета, это может быть, новонтеричный меланон на пищевую. Что еще у нас может меняться? Наши обращать внимание, рельеф, то, что выступающая или плоская. Очень важно структуру повернуть. Все-таки, папилломы имеют типичные вот такие разрастания, как в виде лорсинок. Типичные для нее. Не надо, то есть, путать с плоскоклеточным раком, который будет плоский, ровный, ну, пока он ранен. И когда он будет не ранен, вы и так понимаете, что это локачная опухоль, нет проблем. Вот, когда она ранен, на самом деле, надо оценивать и насколько гладкий персиметр на какие-то подооценивать одновременно и сосуды, и структуру. Вот здесь, смотрите, здесь правая стенка в области кардии. Нам прислали, как плоскоклеточный рак по гистологии. Место типичное для адренокарцинома, на самом деле. Это самое частое место для адренокарцинома прибавить то же самое большое воздействие кислоты. Однако, смотрясь, видно, что это образование выше зубчателемии. И если ловить там стоп-кадры, видно, что есть расширенные сосуды, структура, грубо говоря, вот такая ворсинчатая структура, сосудики, как мы спорили, кто-то сказал на бедушку, похож, кто-то говорит на угол. Но, в общем, по крайней мере, какое-то растительное происхождение, да это, конечно, попелуха. То есть, плоскоклеточный рак все-таки так не выглядит. И, естественно, здесь тактика не смотря опять-таки на гистологию, которая говорила, что это было огромное количество ошибок. Поэтому, в общем-то, основной посыл, что мы должны очень критично подходить к тому, что мы видим, и если у нас есть несоответствие с гистологией, мы видим, что это белое, оно дает корциному, условно говоря. Вы не видите патологических сосудов в нити явного рака, а вам дают рак от морфологи. Не надо этому так сильно доверять. Чудес очень много. И чужие стекла постоянно, у нас, слава богу, есть возможность генетику проводить в нашем институте, мы проверяем, этого человека это стекла или нет. Не всегда это удается, мало генетического материала. Огромное количество футов и стекла остается от другого человека биоматериал на микротоме и подсаживается к материалу другого. Ошибок полно. Есть просто ошибки в связи с профессиональным выполнением, но и такие ошибки бывают. А понимаете, здесь вот то, что я привел пример, у нас регулярно, но раз в месяц такой уровень процентов бывает. Все они были в другом, кандидаты инвалидируются в пищевода, и добрый процент бы погиб от операционных осложнений. То есть инвалидирующий нас делает операцию ввиду нашей основной ошибки. И мы с вами участники этого процесса. Мы должны очень критично к этому подходить. не соответствуют. Повторите биопсию, полечить. Сами назначить в конце концов без отправления к гастронентрологу, чтобы он не пропал. И повторите, исследование может быть взять на расширенную путь биопсию, если есть сомнения. Но это то, что касается пищевода. Следующий...